В Оренбургской области В Оренбургской области, согласно статистике, ежегодно заболевает инсультом от 6 до 8,5 тысяч человек. Иными словами, каждые 20 минут у кого-то развивается острое нарушение мозгового кровообращения ишемического или геморрагического типа. Определить вариант заболевания помогает компьютерная томография головного мозга. Это очень важно, так как влияет на тактику лечения. Алексей Морозов сейчас проходит реабилитацию в неврологическом отделении областной больницы. Недавно он перенес ишемический инсульт. Рука стала плохо двигаться, головные боли, походка неровная. Острое развитие асимметрии лица, то есть опускается угол рта. Развивается слабость в одной из конечностей, слева или справа, чаще всего это рука. И изменяется речь. Если это возникает остро, внезапно, то говорят об остром нарушении мозгового кровообращения. Если у человека появилось что-то из перечисленного, нужно немедленно вызвать скорую помощь, а до приезда специалистов уложить пациента, ограничить его перемещение, освободить от стесняющей одежды и приготовить документы. Сегодня в Оренбургской области 16 больниц оказывают медицинскую помощь при остром нарушении мозгового кровообращения. Любой житель в течение часа может быть доставлен в специализированный центр, где будет выполнено необходимое обследование и лечение, в том числе самая современная – тромболитическая терапия, когда вводится специальный препарат, растворяющий тромб в сосуде головного мозга. Это позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений инсульта. Эта технология доступна только в первые 4,5 часа от дебюта симптомов. Поэтому время от момента возникновения симптомов до поступления пациента в стационар крайне важно. И чем оно будет меньше, тем, соответственно, лучше, тем больше возможностей для проведения терапии пациентам. Только в региональном сосудистом центре областной больницы за год получают помощь около 1200 пациентов с инсультом. Помимо медикаментозного и хирургического лечения, здесь с первых же дней пребывания начинается серьезная реабилитационная работа. На тренажерах восстанавливают двигательные функции, развивают мелкую моторику рук, проводят индивидуальные логопедические занятия при расстройствах речи и нарушении функции глотания. Для этого используют различные методики, в том числе электростимуляцию. Для того, чтобы мышцы, которые ослабели в результате инсульта, вновь приобрели эту упругость и подвижность, в результате чего больной бы снова обрел способность принимать полноценную пищу и жидкость. Работа специализированных центров по оказанию помощи при инсультах показала свою эффективность. Значительно снизилась летальность от острых нарушений мозгового кровообращения и возросло количество пациентов, полностью восстановившихся после такой серьезной болезни. Медики говорят, чтобы предотвратить инсульт, в том числе и повторный, необходимо ответственно относиться к своему здоровью, контролировать артериальное давление, вовремя проходить диспансеризацию и выполнять все рекомендации специалистов. Оренбуржье входит в число регионов, где ситуация по туберкулезу остается напряженной. И хотя медики отмечают, что в последнее время уровень заболеваемости и смертности от этого недуга имеет тенденцию к снижению, угроза для общества все равно остается. На сегодня наиболее неблагополучными территориями являются города Медногорск и Орск, а также Новоорский, Бугурусланский, Кваркинский и Солилецкий районы. Главная мера предупреждения туберкулеза – это своевременное профилактическое обследование. Для детей это туберкулинодиагностика и диаскин-тест. Это не прививка, это проверочная реакция, и медотводов от нее постоянных нет. Если туберкулинодиагностика позволяет нам выявить туберкулез на ранних формах туберкулеза, то есть тогда, когда форма туберкулеза нераспространенная и малая, и которая требует уже и лечения соответствующего намного меньше, чем распространенная форма. Для подростков с 15 лет и для взрослых главным методом профилактики туберкулеза является флюорографическое обследование. Оно позволяет обнаружить болезнь на той стадии развития, когда еще нет никаких симптомов. Именно на этом этапе лечение наиболее эффективно. За последние пять лет у нас заметно улучшился технический парк рентгеновской аппаратуры. Сейчас появились, как вы видите здесь на экране, цифровые так называемые технологии рентгенологического исследования, которые и по качеству значительно выше того, что мы раньше имели на рентгеновской пленке. Это раз. И во-вторых, доза облучения в момент снимка в 10 раз меньше. Флюорографию нужно проходить в поликлинике по месту жительства. Для удобства сельского населения в области работают передвижные флюорографы, которые выезжают в отдаленные населенные пункты. Надо каждый год проходить флюорографию. Хорошо, что машина приезжает, и не надо ехать в город, тратить время, деньги. В кабине автомобиля установлен цифровой флюорограф, который делает качественные снимки. При этом лучевая нагрузка на человека минимальная и никакого вреда здоровью не несет. Процедура выполняется быстро. За день на таком аппарате медики могут обследовать до 200 человек. Люди заходят, они мне говорят свои данные, здесь записываются, после этого человек развивается, проходит сюда. Там происходит снимки. После этого снимок поступает уже на экран монитора компьютера. Специалисты рекомендуют каждому человеку обязательно раз в год проходить флюорографию, чтобы обезопасить себя и своих близких от такого серьезного заболевания, как туберкулез. Любая болезнь, душевная или телесная, большое испытание и для самого пациента, и для его родственников. Как противостоять недугу? Как не утратить надежду? Найти силы бороться дальше и преодолеть сложившиеся обстоятельства. В такой ситуации без помощи профессионалов никак не обойтись. В составе Оренбургской областной психиатрической больницы номер 2 уже не первый год работает отделение неврозов. Оно рассчитано на 30 мест. Сюда обращаются пациенты с так называемыми пограничными состояниями. Это может быть и конфликтная ситуация в семье, это может быть тяжелое заболевание или утрата близкого человека, переезд, изменение какого-то привычного уклада жизни. С пациентами занимаются психотерапевты и психологи, а также консультанты, невролог и терапевт. Проводится лечение не только душевного расстройства, но и сопутствующих заболеваний. В больнице широко используются и немедикаментозные методики. Есть возможность продолжить наблюдение в дневном стационаре областного психотерапевтического центра. И хочу вам предложить просто вот сейчас какую-нибудь общую такую коротенькую импровизацию. Но я не командую присоединяться, так что сами. Это методика музыкотерапии. Ее широко применяют в психотерапевтическом отделении, где проводится реабилитационное лечение пациентов. Рассчитано на восстановление, на лечение, на оказание помощи душевно больным, и не только им, но и людям, которые оказались в какой-то трудной ситуации, с определенными психологическими проблемами. Уже давно замечено, что именно творческие занятия помогают восстанавливать структуру личности и развивают коммуникабельность. Как говорят специалисты, человеку с душевными расстройствами гораздо легче выразить свои переживания через рисунок или игру на музыкальном инструменте. Все это способствует избавлению от негативных эмоций и настраивает на позитив. Стараемся стимулировать эмоциональность и возвращать тонкую неносировку эмоций, которые характерны для здорового человека. Чтобы заниматься таким творчеством, особых навыков и талантов не требуется. Это и делает доступными такие методики для каждого. Пациенты с удовольствием создают картины на песке, танцуют, играют и выздоравливают. Большое внимание в больнице уделяют и работе с родственниками. Для этого сотрудники издали собственное методическое пособие с рекомендациями. Они должны учиться общению с пациентом, видеть в его состоянии изменения, когда нужно будет первые звоночки, при которых нужно обратиться к доктору. Обязательно говорим с семьей, с участковым членом семьи, что обязательно прием поддерживающей терапии. То есть, в общем-то, родственники пациентов – это наши помощники. Специалисты областной психиатрической больницы номер два постоянно участвуют в конференциях, перенимают опыт работы, в том числе и международный, ищут новые возможности оказания помощи пациентам с душевными расстройствами и делятся своими достижениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин